800 миллионов долларов. Такую сумму инвестировали в Приморье в этом году. Это в пять раз больше, чем в предыдущем. Отчасти это заслуга агентства по привлечению инвестиций, которое было создано в прошлом году. Сегодня структура подводит первые итоги и делится ими с журналистами. Губернаторам были определены задачи. Мы их исполняем. Здесь, в том числе по заданию губернатора, в соответствии с дорожной картой, которую я уже упоминал, разрабатывается инвестиционная стратегия, разрабатывается план внедрения инвестиционных проектов и объектов инвестиционной инфраструктуры. Владимир Миклушевский поставил четкую задачу. Агентство должно сопровождать инвестиционные проекты, что называется, под ключ. Потенциальные клиенты, как инвесторы, готовы вложиться в уже действующее производство, так и компании, планирующие создавать в крае что-то новое. Приняты в первом чтении законы о льготном налогообложении для инвесторов, о том, что если ты вкладываешь сумму в экономику Приморского края инвестиций в размере 150 миллионов рублей за три года, либо 500 миллионов за пять лет, то на первые пять лет ты полностью освобождаешься от налога на прибыль и налога на имущество организации, и на вторые пять лет ты платишь четверть существующей ставки. Работа над улучшением инвестиционного климата уже дает результаты. Китайская компания МАОКО на днях подтвердила, что вложит 700 миллионов долларов в игорную зону Приморья.